Об этих событиях позднее в нашей программе репортажи наших корреспондентов. Сегодня же в Москве на открывшейся сессии Верховного Совета Российской Федерации выступил председатель Верховного Совета России Борис Ельцин. Значительное место в его докладе было уделено ситуации в Прибалтике, где, как он сказал, под видом исправления ошибок молодых демократий фактически началось свержение конституционных органов. В этой связи Борис Ельцин высказался за максимальное укрепление межреспубликанских отношений, основой которой может послужить уже заключенные между Россией и другими республиками договоры. Как известно, сессия начала работу на неделю раньше, чем это предполагалось. Думаю, что можно не объяснять, какими обстоятельствами это вызвано. Тем более, что уже при обсуждении повестки дня стало ясно, что депутаты в первую очередь занимают события в Литве, положение дел в Латвии, Эстонии и возможные последствия этих событий для страны в целом. Впрочем, намерения депутатов в данном случае не разошлись с точки зрения Президиума Верховного Совета России. В результате после 45-минутного обсуждения было решено первое, о политической обстановке, сообщение председателя Верховного Совета Ельцина. Второе, о мерах по реализации решений съезда народных депутатов. Доклад заместителя председателя Верховного Совета Хасбулатова. Об экономическом положении. Докладчик председателя министров Силаев. И, наконец, о ценообразовании. Докладчик заместитель председателя Совмина Фильшин. При этом было подчеркнуто, что депутатам предстоит рассмотреть более 40 законов, которые необходимы для постепенного перехода России к рыночным отношениям. Затем слово было предоставлено Борису Николаевичу Ельцину. В центре, естественно, были события в Литве. Пребывание председателя Верховного Совета в Эстонии. Результаты проведенных там встреч и переговоров. Оценка подписанных документов. В частности, Борис Николаевич сказал. Обстановка была такова, что время пребывания пришлось ограничить несколькими часами. Но мы ночью смогли выкроить время и для встречи с русскоязычными депутатами в Эстонии. И обсудить с ними волнующие их проблемы, высказать свою точку зрения. Она заключается в следующем. Есть два подхода к решению проблемы русскоязычного населения в республиках Прибалтики. Первый – это жесткий подход, опирающийся на силу. Он требует постоянно оказывать давление на партнеров, принуждать их к выполнению тех или иных требований. Жесткий подход предполагает и применение экономических санкций и тактику ультиматумов не исключает и применение военной силы. Но эффективность его крайне мала. Сама жизнь доказала это. Политика привела к взаимному недоверию и подозрительности. Именно в силовой политике центра корни многих дискриминационных решений в отношении русскоязычного населения. Сколько времени уже длится война нервов, толкающая на крайние решения, провоцирующие одну ошибку за другой и с той и с другой стороны. И чем сильнее давление, тем резче ответная реакция. Убежден, что это не идет на пользу русскоязычному населению, сильно вредит межнациональным отношениям во всей стране. Это крайне вредит репутации и престижу Советского Союза, бросая тень на другие республики, в том числе на Российскую Федерацию. Мы привержены другому подходу. Подходу, в основе которого взаимное доверие, честный диалог, основанный на прочной юридической правовой базе, согласованных механизмах решения этих проблем, четких взаимных обязательств. Считаю, что наша ошибка и была та, как раз медлительность заключения договоров с республиками Прибалтики. Заключение договоров открыло возможность качественно изменить ситуацию. Уже начат процесс постепенной корректировки законодательных актов, социальной политики, политики в области межнациональных отношений. В соответствии с протоколом дорабатывается специальная программа всего комплекса мер по урегулированию проблемы русскоязычного населения. Главное теперь не сорвать начатый процесс. Не нужно объяснять, насколько напряженно в темпе пресс-конференции, резко ограниченной во времени, пришлось Борису Николаевичу отвечать на вопросы депутатов. При положительной в целом оценке висита представителей Верховного Совета России в Прибалтику, предварительной, конечно, они требовали разъяснений. По вопросу, например, об обращении к военнослужащим с призывом не выступать против гражданского населения, то есть не выполнять приказания своих командиров. Затем, насколько правомерно обращение в ООН, подписанное в том числе и Борисом Николаевичем Ельцином. Далее, в какой мере учитывались в переговорах и при подписании документов права русскоязычного населения, есть ли для него определенные гарантии и множество других вопросов. На дневном заседании развернулась дискуссия по докладу председателя Верховного Совета России. Продолжалась дискуссия и на вечернем заседании, однако проект постановления, предложенный редакционной комиссией, не был принят даже за основу, поскольку не набрал необходимого большинства голосов. Сегодня утром мы еще раз убедились, что к слухам нужно относиться с большой долей скептицизма, особенно к тем, что имеет целью посеять национальную или политическую рознь. Кому-то понадобилось распустить слухи, что сессию Верховного Совета РСФСР будут пикетировать представители прибалтийских республик. Слухи о пикетах не подтвердились. Демонстранты, правда, были, но не из Прибалтики, а москвичи. И призывали они российский парламент к защите достоинства всех народов, к единению с разумными силами, кого бы они ни представляли, суверенной республики или центр. Прошедшая ночь и день принесли из Прибалтики, к сожалению, тревожные вести. Вот, в частности, ТАСС передал подробное сообщение о трагических событиях в Риге этой ночью. Выстрелы, прозвучавшие вчера поздно вечером в центре Риги, разорвали хрупкое спокойствие, едва пришедшее в город после драматической и напряженной недели. Перестрелка началась около 21 часа по местному времени в районе зданий Министерства внутренних дел Латвии и прокуратуры Латвийской ССР. Прервав свои программы, латвийское телевидение сообщило со ссылкой на МВД республики, что здание министерства штурмует отряд милиции особого назначения МВД ССР. С этого момента телевидение и радио держали жителей республики постоянно в курсе событий. После полуночи на волнах радиостанции Содружества прозвучало экстренное сообщение. Во второй половине дня, 20 января, неизвестными милициями на улице в центре города была похищена жена сотрудника ОМОН. Над ней надругались. От неизвестных лиц по телефону поступила угроза, что так будет с каждым до тех пор, пока не будут освобождены граждане, задержанные по подозрению в соучастии в обстреле здания дома печати. При исследовании к зданию прокуратуры Латвийской ССР для укрепления ее охраны, отряд ОМОНа был обстрелян неизвестными милициями со стороны здания МВД республики. Бойцы наряда были вынуждены открыть ответный огонь и захватить здание МВД. Печальный итог этой ночи. Пятеро погибших, из них два работника милиции и десять раненых. Среди них оператор программы «Взгляд» Володя Брежнев. Наша программа выражает искреннее соболезнование семьям погибших. По сообщению латвийского телевидения, в Ригу сегодня прибывает заместитель министра внутренних дел Кукушкин. Как сообщил наш корреспондент, Верховный совет Латвии принял решение о создании особых отрядов самообороны в системе Министерства внутренних дел Республики. В связи с событиями последних дней, когда на улицах Риги гремели выстрелы, парламентская фракция меньшинства выступила с заявлением. В документе излагается ход событий в ночь с 19 на 20 января. Обстрел дома печати, охраняемого группой ОМОН, задержание микроавтобуса с пятью боевиками, у которых обнаружены бутылки с зажигательной смесью, боеприпасы, баллончики с нервно-паралитическим газом, холодное оружие, рация. Пассажиры этого микроавтобуса имели также выписки из кодовых таблиц, позывные должностных лиц, клички наиболее известных политических фигур, закодированный список основных военных, административных и промышленных объектов. Кроме того, сообщается далее в заявлении, 20 января дважды были обстрелены объекты Министерства обороны СССР. Фракция «Равноправие» утверждает, что республиканские средства массовой информации и ряд официальных лиц, приведенные факты умышленно замалчивают, а последующие трагические события изощренно искажают. Депутаты, выразив соболезнования семьям пострадавших, делают вывод. Речь идет о хорошо спланированной политической провокации в ряду многих аналогичных, проводимых в последнее время, направленных на дальнейшую дестабилизацию обстановки в республике и дезинформацию мирового общественного мнения. Сегодня в пресс-центре МИД СССР прошла пресс-конференция для советских и иностранных корреспондентов, посвященная положению в Латвии. На вопросы журналистов отвечали народные депутаты СССР, члены парламентской комиссии, которые были направлены в Латвию по решению Верховного Совета СССР. Четыре дня, с 17 по 20 января, были они в Риге. Встречались с руководителями республики, представителями Министерства внутренних дел, с рабочими, воинами, интеллигенцией. И, как сказал председатель комиссии, депутат Денисов, перед ними стояла задача не вмешиваться в конфликт, а разобраться в обстановке, выяснить, как предотвратить кровопролитие. Так вот, какое впечатление у нас при этом сложилось. Что, конечно, источником всех противоречий является, как и следовало ожидать, разнобой законов. Одни законы действуют со стороны Союза, другие законы внутри, так сказать, латышские. При том, что они вступают друг другом в противоречие. Эта ситуация совершенно ненормальная, и вообще немогущая иметь место в цивилизованном обществе, потому что, естественно, дальше вам, жителям, и всем организациям предоставляется право, в зависимости от собственных интересов, ссылаться то на одни законы, то на другие. Так жить невозможно. Единственный выход из положения, это все-таки придерживаться единого законодательства, союзного законодательства. Нравится оно или не нравится, но в цивилизованном обществе следует придерживаться действующих законов. Никто не возбраняет ругать эти законы сколько угодно, менять их, но отменять, то есть не отменять, а параллельно вводить действия других законов, это полнейшая бессмыслица. В рамках действующего законодательства, которое, конечно, нужно восстановить на всей территории, пока оно действует, потому что жить-то нам как-то надо, вести переговоры о союзном договоре и о всех дальнейших изменениях этого же законодательства. Это другой разговор. Но пока ведутся переговоры, пока решение не принято, надо следовать союзному законодательству, и его, конечно, нужно восстановить. Это чувствуется, между прочим, ощущается всеми слоями общества, с которыми мы беседовали. И знаете, очень многие выступают за президентское правление. Просто в надежде, что будет, наконец, действовать какой-то единый закон. Причем, такого рода предложения слышались с обеих сторон. Разница только в условиях этого президентского правления. Средства массовой информации сообщают о реакции за рубежом на события при Балтике. Сегодня министр иностранных дел Великобритании Херт в беседе с временно поверенным в делах СССР Великобритании Ивановым выразил протест в самых решительных выражениях по поводу, как он сказал, насилия в Латвии. Об этом сообщил британский МИД. Министр иностранных дел Бельгии Марк Эйксенс выразил глубокую обеспокоенность с событиями в Прибалтике и в особенности теми, которые произошли в воскресенье в Риге. Бюро ЦК Компартии Литвы призвало в своем заявлении все политические силы, общественные организации, всех жителей республики, независимо от национальности, социального происхождения, партийности и вероисповедания к примирению и согласию. Владимира Ильича Ленина, к его памятнику в центре Вильнюса были возложены цветы. Воскресные дни в городе прошли в целом спокойно. Соблюдается договоренность между Верховным Советом Республики и военными. Комендантский час отменен и, судя по всему, пока в нем действительно нет нужды. Сегодня продолжила работу сессия Верховного Совета Литвы. Витаут Аслан Сбергес выступил с информацией о положении в республике и вновь было сказано о конфронтации между двумя государствами СССР и Литвой. О какой конфронтации идет речь? Неужели и в самом деле литовцы думают, что кто-то собирается на них нападать? А иначе, как объяснить, например, эти бумажные крест-накрест ленты на окнах домов, как в военное время. Председатель Верховного Совета Литвы говорил на сессии о недопустимости развязывания идеологического террора против русскоязычного населения. Таким образом, признается, что факты подобные существуют. В адрес людей, осмеливающихся иметь свое мнение, отличные от точки зрения парламента и его председателя, продолжаются угрозы и проклятия. И не только угрозы. За словом, нередко следуют действия. Вчера в программе «Время» было сообщено о нападении на двух московских журналистов. И сразу же по горячим следам в парламенте прозвучало опровержение, что якобы нет такого нападения и нет таких журналистов. Так вот, есть такие журналисты. Это Игорь Арбузов и Юрий Дзарданов. Как это все произошло? Ну, к сожалению, действительно, это были мы. Мы закончили только перегонку материала для программы «Время» и вышли здесь на улицу. Погода была очень хорошая. Вечер, ночь, в общем-то, уже 9 часов вечера. Ну, и зашли здесь немного, отошли отсюда и там. Навстречу идут два таких больших довольно парня молодых. Мы почувствовали, что нам с ними не разойтись. Вот, они подошли, спросили. «Русы? Ну, мы говорим, мы вообще идем с работы, и вы, ребята, идите, значит, своей дорогой, мы своей. Нет, спрашивают, вы русы? Не успели мы сказать, кто мы, уже было понятно, как я получил сразу. Значит, в скулу. Я в другую. Он в другую, у него разбита до сих пор губа. Ну, немножко. Вот. Ну, потом они свалили Юру, там еще два раза ударили ногой, а я побежал в ту сторону, чтобы вызвать наряд солдат. Ну, когда, значит, мы уже пришли на это место, подбежали с солдатами, там никого не было. Ну, мы не стали подавать заявление только потому, что у нас очень много дел. Это раз, я думаю, что прокуратура здесь тоже хватает, работает, а два. То есть мы не придали такого политического звучания. Но, я перебью. Сегодня утром был звонок, мы работали здесь, в студии, позвонил представитель прокуратуры Союза и спросил нас об этом, и спросил, почему мы не подаем заявление. Мы сказали, что у нас достаточно здесь работы, но если это приобретает такой политический резонанс, то заявление сегодня же и от меня, и от Игоря будет написано, и мы передадим его в прокуратуру. Я только хочу попросить тех, кто нас видит, и в разные стороны, левых и правых, не бить журналистов, потому что, действительно, у нас вот так работы, а такие события напряженные, что надо их освещать кому-то, а это как раз мы для этого, в общем-то, и существуем. В Вильнюсе, как мы уже сообщали, работает следственная группа из прокуратуры СССР. Это высококвалифицированные, опытные юристы, искренне пытающиеся установить истину, разобраться в событиях той трагической ночи с 12 на 13 января. Пока что мы пользуемся минимумом информации от местных органов. Такой информации пока вообще не получаем. Наши запросы остаются либо без ответов, либо с подобного рода комментариями. Все ваши запрошенные данные о пострадавших от жестоких действий в районе Литовского Республиканского Центра и так далее, переданы Генеральному прокурору Литовской Республики. К нему и просим обращаться. Все идет, так сказать, отсылочно. Отсылочно и поэтому, естественно, даже сведениями конкретными о пострадавших, о погибших, следственная группа располагает довольно относительными, так скажем, относительными. Не способствует этому и то, очевидно, что даже и в средствах массовой информации, и в местных, да и в центральных, которые попадают в сведения, тоже разночтение очень большое на этот счет. Ну, скажем, относительно погибшей девушки. В одних сведениях она 67-го года рождения, 66-го, 76-го уже преподносится уже, как она, так сказать, малолетняя девочка. Это уже немножко совсем и по-другому даже звучит. И все это не на пользу делу, я бы сказал. Наша задача заключается в том, чтобы полно, объективно и всесторонне расследовать обстоятельства этого трагического происшествия, установить виновных и привлечь их к законной ответственности. Заявление по вопросу выхода республики из политического кризиса принял сегодня Комитет национального спасения Литвы. Он считает целесообразным начать диалог между представителями Верховного Совета Республики и Конгресса демократических сил Литвы при посредничестве представителя президента СССР. Ситуация в Эстонии остается тревожной. Передает наш корреспондент. Прошлой ночью в Таллине произошли два взрыва, жертв нет. Политическая забастовка на предприятиях союзного подчинения продолжается. Местная промышленность и транспорт функционируют нормально. По всей республике проходят политические дискуссии, собрания, митинги. На политическом собрании народного фронта в Таллинском городском холле объяснил ситуацию в Эстонии глава правительства Эдкар Савизар. Он повторил, что нынешнее правительство пока не собирается уходить в отставку, как этого требовали участники митинга коллективов предприятий союзного подчинения 15 января. На собрании в городском холле, в котором, кстати, участвовал и народный депутат СССР Олег Калугин, было еще раз подчеркнуто, что Эстония не уклоняется от курса к полному государственному суверенитету. На площади у дома правительства и на улицах Таллина сегодня днем было спокойно. Представитель правительства Эстонской ССР Савизар посетил сегодня мотострелковое соединение, которым командует офицер Тютюников. Его ознакомили с жилищно-бытовыми условиями офицеров и их семей. Во время беседы с командованием дивизии обсуждался вопрос об улучшении этих условий. Было сообщено о намерениях правительства в ближайшем будущем рассмотреть вопрос об улучшении жилищных условий. Заявление прокуратуры Союза СССР. События последнего времени приобретают все более драматический характер и вызывают глубокую тревогу. В Прибалтике и Закавказье льется кровь ничем не повинных людей. Под угрозу поставлен процесс демократических преобразований общества. В основе конфликтов и открытых столкновений грубые нарушения Конституции СССР, игнорирование правовых устоев общества, незаконные методы противоборства политических сил. Нельзя не видеть, что в некоторых республиках, несмотря на решения съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, продолжают приниматься законодательные акты, ущемляющие права граждан и целых групп населения и противоречащие признанным во всем цивилизованном мире нормам международного права. Создаются вооруженные формирования, не предусмотренные законодательством СССР. Оружие зачастую оказывается в руках безответственных людей. Именно такие действия ведут к обострению межнациональных отношений. Недопустимыми также являются попытки отдельных организаций использовать в своих интересах подразделения вооруженных сил. В этой связи прокуратура СССР считает необходимым обратиться к республиканским органам власти с призывом приостановить действия всех законодательных актов, противоречащих Конституции СССР и нарушающих права человека, незамедлительно распустить незаконные вооруженные формирования. Прокуратура СССР заявляет, что будут приниматься самые решительные меры к пресечению деятельности любых объединений и граждан, в том числе политических партий, общественных организаций и массовых движений, призывающих к насильственному свержению государственного и общественного строя, возбуждению национальной или расовой вражды, закрепленного Конституцией СССР, единства территорий Союза СССР, республик и автономных образований. Любые межнациональные конфликты, вопросы изменения государственного устройства должны решаться строго на правовой основе. Обстановка требует от средств массовой информации максимально объективного и взвешенного освещения происходящих процессов. Злоупотребление свободой слова и распространение несоответствующих действительности сведений сегодня опасны, как никогда. Прокуратура СССР всесторонне расследует обстоятельства, связанные с использованием вооруженной силы и оружия, приведшие к гибели людей, дает оценку их правомерности и в случае нарушения закона, с чьей-либо стороны гласно поставит вопрос об ответственности виновных, независимо от занимаемых ими должностей или постов. Мы рассчитываем на содействие в этом деле со стороны всех граждан, органов власти и управления, примем любую помощь в установлении истины. О других событиях в стране. Прекратить межнациональные и иные конфликты, начать конструктивный и открытый диалог между всеми сторонами, участвующими в них. С таким призывом обратился только что образованный общественно-политический совет партий и организаций. В нему вошли более 30 общественных формирований, среди которых демократическое движение коммунистов, право консервативное движение, комитет спасения Волги, партия зеленых, партия конституционных демократов и другие. Вот сообщение из Южной Осетии. Несмотря на сложность обстановки в Южной Осетии, наметились пути к ее стабилизации. При содействии группы народных депутатов СССР здесь состоялись встречи депутатов Верховного Совета и руководства МВД Грузии с представителями осетинского населения. Достигнута договоренность, что режим чрезвычайного положения будут поддерживать совместно военнослужащие внутренних войск МВД СССР и сотрудники милиции как грузинской, так и осетинской национальности. С двух часов ночи и до середины дня 21 января в Схимуале не раздалось ни одного выстрела. Сообщение ТАСС. Острый дефицит электроэнергии, сложившийся в Грузии, вынудил правительство республики принять чрезвычайные меры. С сегодняшнего дня временно, как минимум до конца января, приостановлена работа практически всех предприятий машиностроительной, легкой и местной промышленности с тем, чтобы высвобожденные электроресурсы направить для обеспечения жизненно важных производств коммунального обслуживания населения. Сегодня же начал действовать специальный график подачи электроэнергии жителям Тбилиси. В течение дня она отключается на два часа поочередно во всех районах города. Пятью часами ограничены в республике передачи грузинского и центрального телевидения. Как сообщил первый заместитель начальника за Кавказской железной дороги Бацикадзе, с 22 января отменяются пассажирские поезда на 16 маршрутах на территории республики и за ее пределами. Как мы уже сообщали, в Крыму состоялся референдум по вопросу о воссоздании Крымской автономной республики. Сегодня подведены итоги референдума. Николай Васильевич, итоги референдума. Вчера жители Крыма впервые демократическим путем, путем референдума высказали свое отношение к будущему статусу Крыма. Более 81% приняло участие в голосовании и сделали свой осознанный выбор за воссоздание Крымской автономной советской социалистической республики в составе Украинской СССР как субъекта обновленного союза. По этому поводу я хотел бы сказать следующее, что здесь два момента присутствуют. Во-первых, поставлен вопрос о возвращении государственности народом Крыма. И во-вторых, что крымчане связывают свою дальнейшую судьбу с будущим союзным договором с обновленным Советским Союзом. И поскольку автономная республика, то автономия для кого? Автономия для представителей всех наций и народностей, проживающих в Крыму. Их проживает более 110, для них автономия, для того, чтобы они более гармонично имели возможность своего развития. Николай Васильевич, референдум прошел, что дальше? Дальше правовой путь. Обращение к Верховному Совету СССР, Верховному Совету Республики с тем, чтобы парламент Украины рассмотрел обращение. Сессия областного совета, мы, надеюсь, такое решение примем через три дня. И принял необходимые правовые акты по этому вопросу. Так что пока мы не говорим, что сегодня уже мы живем в Крымской АССР. Это будет решено только Верховным Советом страны. Давайте все-таки будем идти правовым путем. Воля изъявления народа ясна. И я думаю, что на основании этого воли изъявления парламент Республики должен принять такое решение. Я надеюсь на это. Спасибо. И событие, естественно, в центре внимания война в Персидском заливе, которая сегодня уже пятый день длится. По оценкам средств массовой информации, война там становится более жестокой, непредсказуемой и продолжительной. Пока война идет в воздухе, но истинный ее характер покажут боевые действия сухопутных сил. По оценкам экспертов, Багдад потерял с начала войны 50 самолетов. Но это не значит, что авиация Хусейна выведена из строя полностью. Напомним, что до начала боевых действий Ирак имел около 700 самолетов. Филиппинское правительство предложило иракскому консулу покинуть страну в связи с его причастностью к террористической деятельности. Ранее иракских дипломатов выдворили Великобритания, Канада, Бельгия, Италия, Греция и Франция. Австрия заявила, что готова стать посредником в деле урегулирования персидского конфликта. Однако этот вопрос в настоящее время не является актуальным, ибо пока нет никакого намека на заключение перемирия, завел министр иностранных дел этой республики Алоис Мок. Программа продолжает видеокомментарии по поводу ситуации в Персидском заливе. За истекшие сутки авиация многонациональных сил продолжала наносить бомбовые удары по объектам в Ираке и в Кувейте. Интенсивность ударов усилилась. Сообщается о повреждении четырех иракских ядерных реакторов. Но главная цель бомбардировок — мобильные пусковые установки ракет класса «Земля-Земля». Минувшей ночью такие ракеты были выпущены по Саудовской Аравии. Впервые после начала войны обстрелу подверглась столица Саудовской Аравии — Эль-Риад. Сообщается, что девять ракет были сбиты, одна упала в воды залива. Все ракеты были снабжены обычными боеголовками. Командование многонациональных сил не исключает, однако, что Ирак может в любую минуту применить ракеты с химическими боеголовками. Эксперты признают, что Ирак, возможно, имеет еще солидный запас ракет класса «Земля-Земля». Между тем, плохая погода затрудняет оценку эффективности воздушных налетов на Ирак. Вот так обычно выглядит Персидский залив из космоса. А эту картинку экипаж станции «Мир» передал специально для центрального телевидения сегодня. Обратите внимание, черный дым — это пожары на территории Ирака. А если загорятся нефтепромыслы? Такая опасность существует. А пока в результате бомбардировок горят военные и гражданские объекты в Ираке. Ирак утверждает, что им сбито 140 самолетов, принимавших участие в бомбардировках. Многонациональные силы признают потерю 21-го своего самолета. Саддам Хусейн заявил сегодня, что Ирак пока использовал лишь малую часть своего потенциала. По словам Хусейна, иракская армия готова нанести ответный удар. Но сейчас Ирак пытается отвести удар от себя. Багдадское радио сообщило утром, что более 20 пилотов многонациональных сил, попавших в плен, послужат Ираку живым щитом. Пленные будут размещены на важных военных и экономических объектах. Министр обороны США отчетников заявил, что подобное обращение с пленными — военное преступление. Между тем, агентство Рейтер сообщает из Саудовской Аравии, что наземные войска многонациональных сил концентрируются на границе с Кувейтом. Эксперты считают, что столкновение сухопутных сил — лишь вопрос времени. Если это так, то новые, многочисленные жертвы с обеих сторон неизбежны. В Израиль прибыла высокопоставленная американская делегация, возглавляемая заместителем государственного сектора США Иглбергом. Члены делегации встретились с премьер-министром Израиля Шамиром и проинформировали его о развитии событий в Персидском заливе. Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор выступил сегодня в парламенте и резко осудил поступающие из Багдада сообщения о том, что Ирак намерен размещать пленных на военных и других стратегически важных объектов. Он подчеркнул, что это было бы нечеловечно, незаконно и полностью противоречило бы Женевской конференции. 13 сотрудников посольства Ирака в Париже, объявленные персоной Нонграта, должны сегодня покинуть Францию, сообщает агентство Франс Пресс. Хотя как официальные французские власти, так и посол Ирака в Париже отказались комментировать эти сообщения, Франция, по всей видимости, присоединяется к мерам, принятым в последние дни правительствами Великобритании, Канады, Бельгии, Италии и Греции, которые уже выслали из своих стран иракские дипломаты. Две террористические акции были совершены против представительств западноевропейских государств в Бейруте. Неизвестные лица произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета по зданию итальянского посольства в западном секторе Ливанской столицы. Заряд динамита был взорван у входа в отделение британского банка в западном Бейруте. Зданием нанесен материальный ущерб, однако человеческих жертв нет. Многотысячные демонстрации в поддержку Багдада состоялись в Омане. Участники шествия требовали принять практические меры для поддержки арабской борьбы в районе Персидского залива против США и их союзников. Массовые демонстрации протеста против войны в Персидском заливе продолжаются в Германии. Участники сегодняшней манифестации выступили с осуждением деятельности тех западногерманских фирм, которые во вход резолюции Совета безопасности ООН продолжают незаконную торговлю с Ираком. Демонстранты призвали немедленно положить конец нелегальным поставкам в кризисный регион оружия и оборудование для его производства. Давно уже столичная площадь Лафаэт-Сквер не видывала такой демонстрации. Казалось, будто вернулись времена Вьетнамской войны. Многие тысячи молодых людей собрались в центре Вашингтона напротив Белого дома, требуя прекратить военные действия и решить кувейтскую проблему мирным путем. Сюда же были стянуты сотни полицейских, но события проходили в целом мирно. Лишь несколько человек было арестовано. С утра до позднего вечера продолжалась манифестация, которая стала крупнейшим антивоенным выступлением в США со времени начала нынешнего конфликта. И все же она не отражает настроение большинства американцев, поддерживающих войну за освобождение кувейта. Более 80% опрошенных американских избирателей одобряют сегодня действия президента Буша в кувейтском кризисе. Сказывается, конечно, что США и их союзники понесли пока минимальные потери. Правда, растут материальные затраты на войну. Сейчас она обходится американцам в полмиллиарда долларов в день. Первые дни войны показали, что главная задача американского командования состояла в том, чтобы в кратчайший срок ликвидировать стратегический военный потенциал Ирака. Его ракетные силы, химические, ядерные объекты. И эта цель во многом достигнута. Если сегодня Саддам Фусейн согласится вывести войска из кувейта, и военные действия будут остановлены, Ирак вряд ли уже будет представлять серьезную опасность в регионе. Против иракских войск, размещенных в кувейте, настоящих атак еще не было. Им как бы дали время на размышления. Американские военные стратеги рассчитывают, что оказавшись изолированными, эти части откажутся от дальнейшей борьбы и сложат оружие. Но пока что ни багдадский правитель, ни его генералы не хотят признавать свое поражение. Похоже, сбываются самые худшие прогнозы о последствиях войны в Персидском заливе для Индии. Многонациональный и многорелигиозный.